Мы живем в такое время, и как священники Божьи, которые поставлены говорить. Вот есть сила в говорении. В слове. В слове. Говорить, проповедовать, обличать, запрещать, увещевать. Я сегодня хочу обличать некоторых людей, которые этого заслужили. С точки зрения евангельской истины и нашего вероисповедания, мы называем вещи своими. Продолжай. Епископа Ряховского я обличаю публично. Мне хотелось бы сказать, уважаемый или уже неуважаемый господин Ряховский, вы замарали ваши руки в кровь украинцев. Потому что когда у вас была возможность говорить и останавливать вот это все, вы говорили, мы будем с любовью убивать вместе с мусульманами, буддистами и другими истами, которые были за этим круглым столом. Который, ну, как бы, скажем, я думаю, все об этом знают, как они там поддерживали президента. Это было в начале войны. Вы и вам подобно замарали ваши руки в кровь украинцев. Вам же это долго надо будет просить прощения не только вам, но и вашим детям и внукам. Поэтому вот такие люди, как бы, скажем, как вы, потому что вы подали пример, пример людям другим, более молодым. Демократический мир не завоевывает другой демократической страны. То, что Украина... Я хотел бы разбить некоторые мифы для россиян, перед тем, как мы закончим. НАТО у наших границ. НАТО это оборонительный союз, не нападательный союз. То есть, да? То есть мы должны четко... Это не наступательный союз. Он может появиться там, где нужно оборонять. Он заступится. Но он не нападает. Он не ищет завоевать чьих-то земель. Это россиянам надо понять. Америка хочет на нас напасть. Я думаю себе, зачем вы нужны Америке? Ребята, построите свои дороги, больницы, учебные заведения. Живите своей жизнью. Да никому вы, ребята, не нужны. Понимаешь? Америка имеет свои земли достаточно. Моя молитва. Молюсь за тех, которые отстаивают истину и не боятся в России. Молюсь, чтобы Господь был с вами. За таких пастырей и епископов, священников, простых христиан, верующих, которые отстаивают, которые стоят вместе с Украиной, которые оскорбят вместе с Украиной. Прошу других всех остальных, пересмотрите ваши ценности, потому что вы должны сочувствовать, быть вместе с Украиной, молиться за Украину и комфортировать украинцев, а не упрекать их, что они бандеровцы и нацики. Нет в Украине. Нациков есть украинцы в Украине. Делайте все, что можете, и Бог мира пусть будет с вами. Это моя молитва, так как нет времени сейчас помолиться. Я буду молиться именно за это. За тех, которые поддержали агрессию и войну, ваши руки в крови. Покайтесь, иначе погибнете все. Потому что за кровь надо бы однажды отвечать, если не вам, то вашим детям. В этом есть опасность. Покуда во все еще есть время, покайтесь. Вот это моя просьба. Я молюсь за Россию в любом случае, потому что это огромная страна. И я желаю России, естественно, чтобы она поменялась и была классным местом, куда можно посетить. Понимаешь, а не местом, которое ненавидит всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!